Этот дом по адресу проспект Космический 20-7 строит уже не один год. Квартиры в нем несколько раз перепродавались, одни дольщики сменялись другими. Однако дом по сей день не сдан в эксплуатацию. Люди уже почти потеряли надежду отметить здесь свое новоселье. Низкие цены, высокое качество работы и быстрые темпы строительства. Такие аргументы выдвигали людям, предлагая вложить свои деньги в покупку еще не существующих квартир. Два первых дома организация застройщик ООО «Оптимумстрой» все-таки возвела, хоть и с существенными задержками по срокам, а вот на третьем доме все застопорилось. В чем причины? С этим вопросом мы обратились в Госстройнадзор. Я не могу на этот вопрос ответить, потому что у нас, конечно же, вот эти отношения между заказчиком, подрядчиком, они нас не волнуют. У нас, главное, есть информация, кто является застройщиком. И мы осуществляем только Государственный строительный надзор за качество выполнения строительных работ. Это чтобы соответствовали проектные документации и техрегламентам. Взаимоотношения дольщиков, застройщиков, подрядчиков, вот эти отношения нас, конечно, не интересуют. Зато они интересуют самих дольщиков, некоторые из которых так и не дождались своих законных квадратных метров. Мама Екатерины Казарниковой, которая, чтобы получить квартиру в новом доме, продала свое жилье, недавно умерла. Теперь квартиру ждет сама девушка, ведь в нее она вложила свой материнский капитал. Сейчас нас требуют деньги, что мы должны вкладываться дальше. Хотя по договору мы все свои обязательства выполним. То есть заплатили деньги. Куда наши деньги исчезли, непонятно. То есть где брать деньги, вот лично, я не знаю, моя история, что я на инвалидности, у меня двое несовершеннолетних детей, мне брать деньги негде. А деньги жильцов требуют по их же вине. Как выяснилось, люди стали жертвой собственной юридической безграмотности. Когда компания-застройщик временно приостановила строительство объекта, а такая ситуация, по данным Гостроенадзора, складывалась и с двумя предыдущими домами, дольщиков начали агитировать на то, что нужно срочно вступить в жилищный кооператив и заключить с ними соглашение, по которому он найдет компанию, которая достроит дом в быстрые сроки. Они сказали, вот те неправильно действуют, давайте действовать так вот. Мы заберем этот дом себе в кооператив и сами своими средствами достроим его, чтобы нам все остальное не потерять. Меня что поразило, когда я первый раз пришел, я же говорю, что я был, как-то времени отсутствовал, до первого собрания большинство людей, собралось много, человек 250, они совершенно не понимают, о чем где торгуют, так же, как и я не понимал, почему нас заберут, это жилье, как говорил Каутс, мы же деньги заплатили и все прочее. Понимать не понимали, а подписи поставили, чем и допустили большую ошибку. Вступив в жилкооператив, жильцы просто передали землю, которая находилась в их собственности, в собственность кооператива, а они автоматически превратились из дольщиков в пайщиков, а значит, лишились поддержки государства и местных властей. Что удивительно, судьбу некоторых дольщиков решили за них, некоторых даже не было на собрании жильцов, когда было принято решение большинством голосов. Галина Копотилова вообще не знала о существовании проблем со строительством, пока не приехала посмотреть, как строится ее дом. Ведь по документам, 2015 год женщина должна была встретить в новой квартире. Я не была, вот настолько я была, настолько была далекая, и вот мне никто не звонил, то есть я считала, что строится дом, что он достраивается, и что там жилкооператив, это как-то обходило меня стороной, вот, не знала всей этой истории. Главные проблемы в строительстве начались с того, что застройщик расплатился за аренду земли квартирами, возведенными в предыдущих домах, на средства дольщиков. Таким образом, квартиры получили только те, на кого хватило вложенных средств. Вот ведомость распределения квартир по этому дому. Вот это вот 42 квартиры, которые были фактически безвозмездно переданы шести гражданам. 42 квартиры, это, значит, 3026 квадратных метров, цифра итоговая, вот здесь, вот на этой страничке, 3026. И дальше идет элементарный расчет, какую прибыль можно было извлечь из реализации данных квартир. Мы умножаем квадратный метр, количество квадратных метров на цену одного квадратного метра и получаем грубо, ну, по 30 тысяч за один квадратный метр, грубо получаем 100 миллионов рублей. Этих денег и не хватило на достройку дома. Кроме того, средства, полученные от дольщиков этого дома, были брошены на строительство двух предыдущих, чего делать по закону нельзя. Таким образом, получается, что те, кто вступает в долевое строительство, уже заведомо становятся обманутыми и отдают свои деньги на строительство домов, стоящих в очереди перед своим. И чтобы получить квартиру, нужно подождать, пока появятся другие дольщики, которые за нее заплатят. Поэтому, прежде чем вступить в долевое строительство, внимательно изучите компанию и проконсультируйтесь с юристами. А этим людям остается бороться за свои законные квадратные метры. Сейчас жильцы направили заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в прокуратуру Омской области. Готовят документы для подачи иска в арбитражный суд. Ксения Тойчкина, Александр Филиппов и Сергей Гаврилов. Антенна 7.